Всем привет! Я Маша, Тома и Макс! И сегодня у нас будет очень интересный челлендж! Кто последний возьмет телефон, получит 50 тысяч рублей! А выиграть в этом челлендже будет очень сложно, потому что мы не представляем свою жизнь без мобильных телефонов! Ха! Да ради такого выигрыша я даже очень легко и просто представляю свою жизнь без телефона! Ну, это мы проверим совсем скоро, но только перед этим мы должны выбрать ведущего! Не, не я! Я тоже не хочу быть ведущим! Я, например, хочу денежку забрать, мне ведущим не очень хочется быть! Ну, я тоже хочу выиграть, я не хочу быть ведущим! Макс, давай ты! Ну, почему я-то? Потому что ты мальчик! И что, что я мальчик? Я не хочу быть ведущим, мне тоже деньги нужны! Короче, так мы будем спорить до бесконечности, надо как-то разыграть, кто из нас будет ведущим! Слушайте, ребята, давайте сделаем так! У кого самое большое число дня рождения, то ты ведущий! Согласны? Ну да, давай, только надеюсь, у меня не самое большое! Ну, у меня точно не самое большое, у меня 17! У меня 25! Блин, а у меня 27! Серьезно? Давай 5! Да! Честно говоря, я переживала и думала, что у меня самое большое число! Макс, я забыла, что ты еще позже, чем мы родились! Тома, почему ты не захотела самое меньшее число дня рождения? Потому что, Макс, я подумала о себе и о том, что я хочу все-таки выиграть эти деньги, а не быть ведущей! Ты только о себе, что ли, подумала, о других? Все, давайте уже соревноваться за эти деньги! Макс, ты ведущий, мы с Томой участвуем! Ладно, давайте! Раз я ведущий, попрошу сдать мне ваши телефоны! Держи без проблем! И напоминаю, кто из девочек последний возьмет в руки телефон, тот получает 50 тысяч рублей! Эти деньги почти мои! Да, я думаю, мне это будет максимально легко ради таких-то денег! Вы идите пока, придумайте себе занятие без телефона! Я потихуй, пока телефончики их спрячу! Потому что знаю я их хитрых! Выкрадут эти телефоны и будут незаметно сидеть и гнать! А я пока спрячу их куда-нибудь, чтобы они их вообще не нашли! Наверное, а вот, вот сюда! Точно не найдут! Все, готово! Да сколько же уже часов прошло? Так сложно! Каких часов? Всего 11 минут прошло! Чего? 11 минут! Да! Они длятся, как вечность! Жесть! Маша, ты вообще знала, что наша подушка переплетена вот так вот? Она еще и серая! Вообще на это внимание не обращала! Интересно, что внутри нее? Какая странная подушка! Ага, и не говори! Слушай, Том, это обращало внимание, что у нас стол оказывается такой большой и ровный? Такой белый! Никогда на это внимание не обращала! А я всегда думала, он какой-то бежевый! Ладно, девочки, давайте я вас немножко развлеку и расскажу вам правила челленджа! Я кое-что новенькое придумал! Ну, давай, Макс, рассказывай! Сегодня никто из вас дотронуться до телефона не сможет! Но есть одно но! Какое но? Если вам прям сильно-сильно понадобится телефон, вы должны подойти ко мне и сказать, Макс, дай нам челлендж! Если вы этот челлендж выполняете, я вам на какое-то время даю этот телефон! Что? А челленджи сложные будут? Ну, узнаете! Макс, я готова, давай мне челлендж! Подождите, подождите! Этой функцией можно воспользоваться только один раз! Ой, тогда не давай мне челлендж, Макс! Вот так вот! Да, я тоже, пожалуй, на потом отложу! Ну и отлично! Как же я люблю свой телефончик, свой айфончик! Как же я по нему скучаю! Вот мне кажется, что у всех наших зрителей айфоны! А хотя, может, я ошибаюсь? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас модель телефона! Мне очень интересно! Да, вообще легко можно без телефона обойтись! Да, конечно! Без телефона даже погоду не узнаешь! Узнаешь! Если птицы низко летают, ну или же купаются в пыли, значит, завтра будет дождь! Так бабушка наша говорила, не помнишь, что ли? Приметы такие! Приметы, приметы! Без телефона остаться, вот это плохая примета! О, ничего себе! Маш, пока ты тут сидишь без телефона, ты бы знала, сколько на тебя зрителей подписалось! Сколько? На какой канал? А вот это я тебе не скажу! Блин, ну что ты такой вредный? Макс, ну скажи! Не-не-не, не скажу! Неужели на канале Клуб Туб уже 2 миллиона подписчиков? Хочешь, возьми телефон и проверь! Нет-нет-нет, телефон набрать не буду, я так проиграю! Ну вот и все! Чего, ребят, у нас реально уже 2 миллиона на канале? Или еще нет? Если мы до сих пор не набрали 2 миллиона, давайте поднажмем и наберем их! Я так об этом мечтаю! Смотрите, что у меня здесь подготовлено! Очень много разных антистрессов! Здесь есть какие-то тянучки, блокнот! Смотрите, какой он интересный, его трогать так приятно! Маркеры есть! Разные попытки, сквиши! Кисти для мейка, это прям очень классный антистресс! Это свинка и слайм! Какой он холодненький! Вау! Сейчас я вам расскажу, какой антистресс успокаивает меня больше всего! Ну вот, например, арбуз! Его, конечно, очень классно мять, а еще он очень вкусно пахнет! Но его нельзя съесть, и меня это очень сильно бесит прям! Или, например, копыт! Он классно кликать только с одной стороны! Вот слушайте! Вот, услышали, как классно кликается? А с этой стороны? Чувствуете разницу? Ну вот прям что-то не то! Или вот, смотрите, слайм! Вот, казалось бы, такой классный! Жиденький! Так вкусно пахнет! Но он мне уже надоел! И иногда к рукам прилипает! Мне это тоже очень сильно бесит! Еще вот, например, кисточки для макияжа! Ими так приятно вводить по руке или по лицу! Но это не самый мой любимый антистресс! Очень классное занятие, чтобы успокоиться, это рисование! Вот вы такие сидите, калякаете! Ну или, если у вас хорошо получается, то рисуете! Так как я не умею рисовать! Это занятие не для меня! Скорее, для Маши! Она очень хорошо рисует! Ей прям нравится! Вот эти вот штучки обожаю! Они красивые и тянутся! Но я боюсь, что я их порву! А самый мой любимый антистресс на сегодняшний день! Это вот эта вот свинка! Во-первых, это свинка! Во-вторых, у нее есть лапки и ушки! А в-третьих, ее можно вот так вот жмякать! Прям очень классно! Меня это так успокаивает! А еще, смотри, что можно делать! Я думала, прилепится! Ну ладно! Я вам показала антистресс, который нравится мне! Но мне очень-пре-очень интересно, какой ваш любимый антистресс! Пишите в комменты! Я все прочитаю! Может быть, это Simple, Dimple или Squish? Может, вообще, самый популярный Pop It? А может, древний спиннер? Обязательно пишите! Или что-то то, что я не знаю! Может, вы сами сделали какой-нибудь антистресс! Вспомнил классный челлендж! Берем кусочек фольги и делаем из него шарик! Кладем шарик под Pop It! Сейчас буду играть с Максом! Макс! Макс, иди сюда, пожалуйста! Поиграем с тобой! Да чего тебе? Я занят тут! Ну, на минутку! Иди сюда! Ладно, иду сейчас! Телефончики я тут ваши спрятал, но на всякий случай я лучше их с собой заберу! Вот черт! Знала бы я раньше, что они там! Уже прям так сильно! Телефоны не хватает! Руки чешутся! Хочется поиграть во что-нибудь! Попереписываться! Что такое? Что ты меня звала? Садись, садись! Сейчас буду правила объяснять! Короче, Макс! Такой челлендж под этим Pop It! Спрятан шарик! Мы по очереди тыкаем пальцем! Тот, кто наткнется на шарик, проиграл! Согласен? Ну да, давай! Только подожди! Есть одно условие! Если ты проиграл, то ты мне даешь мой телефон на 5 минут! Не-не-не-не-не! Так я не буду! Челленджи по правилам вообще-то я устраиваю! Так что нет! Ой, Макс, да ладно тебе! Будет весело! Маша даже об этом не узнает! Весело говоришь! Соглашайся, соглашайся! Ладно, давай! Была не была! Давай, начинай! Так, а я сюда! Ну давай, проиграю же, а! Блин, он здесь что ли? Что? Да, 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 да! Макс, мы чтобы договорились, гоню мой телефончик! Ладно, ладно! Но только на 5 минут! И чтобы Маша не узнала! И вообще, чтобы кто-то из ребят не узнал! Да хорошо, хорошо, хорошо! 5 минут, и ты мне его отдаешь! Окей, окей, ладно, все договорились! Наконец-то мой телефончик любименький! Как я скучала! Так, надо всем ответить срочно! Мама, пей мороженое и возвращайся скорее домой! А то мы сидим без телефонов, и нам очень фигово! Так, давай, голубь, лети и передай маме письмо! Только поскорее! Нет, 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 что ж ты не летишь, голубь! Давай, лети, передай маме письмо! Да что ж ты не летишь! Дурацкий голубь, давай! Ну, голубь, что ж ты не летишь? Завай, голубь! Да когда ж ты уже взлетишь? Вернусь, и чтобы тебя здесь не было! Понял! Мам, все, я так больше не могу! Давай мне челлендж, мне нужен мой телефон! А, понятно! Решила использовать свой шанс? Ну ладно, пойдем! Сюда тебе нужно будет бросать кольца! Закинула желтое кольцо, получаешь телефон на 5 минут! Ага! А если ты закинула фиолетовое кольцо, то ты получаешь телефон на 10 минут! Круто! Ну а если ты вообще не попадаешь, то телефон ты, конечно же, не получаешь! Блин, какой сложный челлендж! У тебя будет 10 попыток, а бросать ты будешь вот... Вот отсюда! На, держи, можешь начинать! Ладно, надеюсь, попаду! Начну-ка я, пожалуй, с фиолетовых! Давай, удачи! Иди мимо! Так, ну-ка, желтую! Да, желтую попало! А что, это все? Или я могу еще бросать? Не-не-не, все! Ты забросила желтое кольцо, и ты получаешь свой телефон на 5 минут! О, класс! Жалко только, что на 5 минут! Слушай, Макс, а можно мне вместо моего Томи телефон? Ну, блин, в принципе, правилами это не запрещено! Так что делай с ним, что хочешь! А свой мне отдавай! Класс! Но только на 5 минут! Все равно у Тома уже старенький телефон! Подари, и потом новенький! Вы же хотели бы, чтобы у нее был новый крутой телефон! Я бы тоже хотела! Тома, бегом сюда! О, Маша, мы что, едем кататься? Какой кататься? Ты под колесо посмотри! Маша, Маша, стой! Не надо, ты вообще что придумала? Стой на месте, не нажимай на педаль! Маша, Маша, не делай этого, я тебя умоляю! Не надо, прошу! Что я тебе плохого такого сделала? Да чего ты, Том? Не бойся, куплю я тебе новый телефон! Так, все, время вышло, отдавай телефон! Блин, не успела! Макс, вот мой телефон, забери его, пожалуйста! Что у вас здесь вообще происходит, а? Проиграть, что ли, захотели? Нет! Письмо отправить не получилось! Без телефона скука смертная! О, есть же телевизор! Это неинтересно! Это вообще что такое? Жесть, это тоже скука смертная! Ну-ка! Кто это вообще смотрит? Телевизор тоже скучно смотреть! Вот бы сейчас телефон! На ютуб бы зашла, наши видео посмотрела! Например, экстремальные прятки от клоуна в коробках! Классное видео! Или, например, видео про привет сосед! Или как мы пиковую даму вызывали! Друзья, а какое ваше самое-предсамое любимое видео на канале Клуб Туб? Напишите в комментариях! Может, мы снимем вторую часть этого видео! Блин, кушать так хочется! В холодильнике пусто! Макс, дай мне мой телефон! Я закажу поесть, оплачу, и мы все вместе поедим! Ну на, я тебе дам телефон! Ну, ты имею в виду, что ты проиграешь 50 тысяч! Иди в баню с этим телефоном! Не нужен он мне! Так! Том, Том! Ты куда? Я в магаз! Ой, я с тобой! Ну ладно! А как мы поедем? Мы не поедем, мы пойдем! Пешком, что ли? Ну да! А куда нам идти? Вот у меня даже карта есть, смотри! Туда! Тупик! И куда мы пришли? Ну, если верить карте, то мы шли все время правильно! Да? И где ты здесь видишь магазин? Я же тебе говорила, там надо было идти направо, а ты нет! Налево, налево! Вот и заблудились из-за тебя! Блин, Маша, что теперь делать? Не знаю, темнеет уже! Да, мне очень страшно! Дорогу до дома найти бы! Подожди, а магазин? Да какой тебе магазин? Пойдем до дома как-нибудь добраться уже! Ну ладно, пойдем! Так, смотри, вот так! В магазин пошли! Что-то так тоже кушать сильно захотелось! Ну ладно, хоть это! Наконец-то мы дома! Я так устала! О, ну что, купили уже что-нибудь поесть? Да, купили! Навигатор наш великий проложил маршрут, и мы заблудились! Маш, да это ты мне столку сбьешь! Не надо все на меня сваливать! Блин, нормально! Кому лучше кушать ничего нет, да? А, кстати, Маш, пока вас не было, коляска вашего брата, она стояла на улице, а потом она пропала, и по-моему, ее кто-то украл! Серьезно? Украл? Да, ее там нету! Так это же коляска нашего брата, и на чем мы ему теперь кататься? Я не знаю! И что теперь делать, если ее украли? На телефон и позвони в полицию, скажи, что коляску вашего брата украли, и пусть они ее найдут! Нет-нет-нет, Макс, я, кажется, все поняла! Убери-ка телефон! Телефон! Я на это не поведусь, я не собираюсь проигрывать 50 тысяч! И коляску, кстати, у нас украсть не могли, ворота-то закрыты! Блин! Тоже мне дурочку нашел! Макс, мне надоело без телефона сидеть, давай мне челлендж! А ты же челлендж выполняла, и я отдавал тебе телефон! Ой, что? Тома же пока нет, давай по-быстрому выполню челлендж, я же просто так тебя не прошу телефон! Ааа, ладно, давай! В общем, Маш, держи шарик! Ага! И тебе этим шариком нужно попасть в стаканчик! В каждом стаканчике есть бумажка с цифрой! Вот, например, 6! Если ты попадаешь шариком в этот стаканчик, то я тебе даю телефон на 6 минут! Все понятно? Ну да, понятно! Ну тогда начинай! Надеюсь, я попаду на 100 минут! У тебя 10 попыток! 9! Да, 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 попала! Ну-ка, посмотри! Всего 3, серьезно? Я что, зря попала? Ну в смысле зря? Хотя бы 3 минуты, радуйся! Макс, а ты сразу мне мог сказать, где здесь 9 минут? Давай мне телефон, скорее время-то идет! Ладно, ну только 3 минуты, не дольше! Я время засек! Сообщи, нисколько! Ладно, потом отвечу, 3 минуты, главное успеть! Так, надо заказать! Вот этот закажу! Все, оформить заказ! У нас просто челлендж такой, у меня телефон сейчас заберут, время уже заканчивается! Все, Маш, 3 минуты прошло, давай телефон! Все, давай, пока! До завтра, время закончилось! С кем ты там все болтаешь? Блин, как же быстро, 3 минуты пролетели, даже поговорить не успела! Это ко мне, это ко мне, курьер приехал! Что она там заказала? Надеюсь, что-нибудь поесть! Ребят, смотрите, что я заказала! Ну что же, что? Маш, ты издеваешься, что ли? А что вы смеетесь? Это, между прочим, до сих пор очень даже крутая и классная штука! И тем более, смотрите, какой большой! Лучше бы ты еды заказала! Ну вот серьезно! Да ничего вы не понимаете! Попыть-то это круче, чем еда! А вот и нет! А тебе лишь бы поесть! Не только мне, между прочим! Слушай, Макс, закажи что-нибудь поесть! У тебя-то телефон есть! Да не, я не буду заказывать! У меня денег совсем нет! Если бы я выиграл 50 тысяч, я бы заказал! Ну закажи, пожалуйста! Если я выиграю 50 тысяч рублей, я тебе тоже что-нибудь куплю! Обещаю! Да, Том, говорим уже, денег нет! Что, мне жалко, что ли? Сейчас бы заказал, я сам голодный! Ну и ладно, сама себе что-нибудь приготовлю! И мне тоже, ладно? Блин, а чего я приготовлю-то? Я же совсем не умею это делать! Я обычно с телефона рецепт смотрю и все! В голове вообще ни одного рецепта нет! Капец! Так, что у нас тут есть? Масло, мука, сода... Угу... Так, а здесь что? Угу... Так, понятно! Хм-хм-хм... Так, так, так... О, все придумала! Так, 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 так... Чего-то не хватает! О! Вот так, малинки добавим! Вкуснятина! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой, как красиво получилось! Ух ты, как вкусно! Давай-давай, Том, режь быстрее! Мне тоже! Чего, Макс? Нет, тебе я не дам! Ну, Том, ну не вредничай, ну я же голодный! Ну, пожалуйста! Макс, я тоже очень голодный! Я тебя попросила заказать еду, ты не заказал! Вот и сиди голодный! Маша, иди есть! Блин! Тома, как вкусно! Как ты так приготовила? Угу, мне тоже очень нравится! Блин, а может это... Если вы не доедите, оставите мне кусочек, можно так? Нет, Макс, не оставим! А может это... Давайте вы мне кусок пирога, а я вам ваши телефоны на целых 10 минут дам! Макс, ты нас не подкупишь! Иди-ка лучше в другую комнату, чего ты тут нам мешаешь, аппетит портишь! Аппетит! Ну, хоть одну маленькую можно! Даже одну соринку нельзя, иди, Макс! Макс, мы так наелись! Так вкусно было, ты не представляешь! Ой, бе-бе-бе-бе-бе! Блин, офигеть, все съели! Блин, даже крошек не оставили! Ну, вредные, а, вообще! Блин! Блин, ну вот, еще и телефон сел! Класс вообще, не поел, не поиграл! А может найду все-таки что-нибудь поесть-то? Офигеть! Целый арбуз нашел! Сейчас сам вот его весь ем и с ними не поделюсь, как они со мной куском пирога не поделились! Офигеть, блин, целый арбуз! О-о-о! О, вот это сейчас наемся! Последний. Обрелся. Блесать не могу. Ой, живот болит так. Что-то мне нехорошо. Что-то мне совсем дурно как-то. По-моему, мне нужен доктор. А, черт, телефон сел. Девочки, Маша, Тома, помогите, мне плохо. Что случилось, Макс, что такое? Девочки, мне плохо. Я целый арбуз съел, я сейчас лопну. Вызовите мне врача. Ничего себе, ты один осилил целый арбуз? Да. Ну да, не сомневаюсь, что тебе сейчас очень плохо. Ну, врача мы вызывать не будем, Макс. Ты что, у нас же челлендж забыл. Я не хочу проигрывать. Если мы дотронемся до телефона, мы не получим 50 тысяч. Ну, у меня телефон разветился, ну вызовите врача. Макс, давай сделаем так. Ты проигрываешь, отдаешь нам наш приз, мы его делим пополам и вызываем тебе врача. Договорились? Ладно, 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 хорошо, берите. Давай, ну-ка наш приз. Ой, сейчас. Блин. Да давай. Макс, тут точно 50 тысяч? Да точно, точно. На, считай, Макс. Так, ну-ка. Удели. Тебе, ну-ка. Да вызовите уже быстрее мне врача, потом посчитайте. Да подожди, Макс. 25. Так, у меня 25. Я тоже ждал, у меня тоже. Нет, я не могу больше ждать. Чего не можешь? Макс, ты чего? Чего это он? Чего-чего? Арбуз переел, вот и придавила. Макс, ну вызови ему врача, что ли? Да подожди, сейчас из туалета выйдет, может уже и врач не понадобится. Макс, ну ты что, как? Врача вызываем? Фу, да нет, не нужен мне уже врач. Отпустила. В общем, ну, ребята, челлендж, мне кажется, получился очень классный, потому что к концу челленджа мы с Томой остались деньгами. А Макс с сытым арбузом. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Всем привет! 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 Привет, друзья! Я очень торопилась, чтобы начать снимать для вас крутой ролик. Тем более, меня заждались ребята. Дима, Витя и Тома. Вы что, поздоровайтесь, отвлекитесь, что с вами? Привет! Да, подожди, я играю. Да, Макс, подожди немного, ну дай-ка играть. Ну ладно, я знаю, что поможет отвлечь их от телефонов, от интернета. Это челлендж. И сегодня у нас кто последний включит вай-фай и получит 200 тысяч рублей челлендж? Сколько? 200 тысяч? По-моему, больше у нас еще не было, это рекорд всех наших видео. Я внимательно слушаю правила челленджа. Да, давай, рассказывай. Ага, отвлеклись. Ну вы даете. Как услышали, что получат деньги, сразу бросили все свои телефоны. Еще бы, 200 тысяч рублей, это такие деньжищи, я за них, не знаю, готов все что угодно сделать. Правила такие, никаких телефонов, планшетов и компьютеров. И никакого вай-фая и интернета. Классно ты, конечно, предложила, мне этот интернет вообще не нужен. Да, вот согласна, я тебе вообще могу свои гаджеты отдать, они мне не нужны. Да я без интернета вообще легко выживу. Посмотрим, как ты через часик запоешь. Ну, а я вообще читать люблю, что-нибудь почитаю. Ха-ха, Вик, не смеши. Ты любишь или просто умеешь? Это разные вещи, между прочим. За 200 тысяч я точно найду, чем заняться. Ладно, ребят, а я пойду к бабушке, проведаю ее. Конечно, пойдешь сейчас к бабушке, и там будешь в интернете залипать. Да ты что, откуда у моей бабушки интернет? У нее там телефон стоит, вот старый, древний, и то он не работает. Ну и хорошо, челлендж начался, посмотрим, кто из вас дольше выдержит без интернета. Давайте свои телефоны. Нас забираем, может, мне даже не возвращать никогда, я себе новые куплю. За 200 тысяч, да конечно, вот держи, вообще без проблем. Чтобы было легче, я, наверное, сначала посплю, потом поем, потом, наверное, еще раз посплю, и, наверное, еще раз поем. Предупреждаю, победитель будет только один. Ну, конечно, это буду я. Это буду однозначно я, даже не надеетесь победить. Не-не-не, 200 тысяч я ни с кем не буду делить. Я бы, честно говоря, и сама хотела бы поучаствовать в таком челлендже за 200 тысяч. Ни у кого бы из шансов не было меня выиграть. Ладно, неудачники, я пошла к бабуле. А че это сразу неудачники? А я пойду, пожалуй, поем перед сном. Какие все умные, ну отлично. А вот и я. Ну что, меня долго не было? Ну да, долго. Ну, минут 30, наверное. Как 30? Я думала, минимум часа три прошло. Да нет, тебе кажется. Как назло, время так медленно идет. Ладно, вот угощайтесь, бабушка вам бочки передала. О, нормально. Надеюсь, они вкусные. Конечно, вкусные, так мои бабушки. Эх, вкусные были булочки. Может быть, Машину тоже съедим? Вить, если ты первый сдашься и выйдешь из челленджа, я попрошу бабуле, она тебе целую гору этих булочек приготовит. Не-не-не, за 200 тысяч я еще поборюсь. Может быть, ты, Дим? Не-не, булочек я уже наелся, а вот 200 тысяч мне прям очень нужны. 154, 155, 156. Опять сбился. Ладно, заново. Раз, два. 75. Так, так, так. А тут сколько? 24. Так. О, банан надо измерить. Том, иди лучше вот Витю измери, а то мешаешь, но за конфет все-таки считаю. Точно! Я в челлендже, к сожалению, не участвую, поэтому я могу спокойно сидеть в телефоне. Блин, опять сбился. Ребята, а может быть, что-нибудь вкусненькое приготовим? О, отличная идея, поддерживаю. Да зачем что-то готовить? Сейчас все будет. Смотрите, что у меня есть. Наша любимая вкусная мама. Офигеть! А где ты это все время прятала целую коробку? Друзья, прошло уже больше трех часов. Ребята пока держатся без вай-фая, но пора начинать их троллить. Вот этим пальчиком я буду пересчитывать свои 200 тысяч. Хватит тут скуку разводить, я решила отдать вам телефоны. Так, не понял. Да ладно. А в смысле, мы вроде как не отказывались от челленджа. Мне еще 200 тысяч нужны. Вот, держите. А это что такое? Что с ними делать? Вы что, не обрадовались? Так, а где наши сенсорные? Как вообще что-то с этими телефонами там? В интернет как зайти с них? А с него можно хоть как-то смс-ку отправить? Вы что, хотите сказать, у вас в детстве таких пластиковых телефонов не было? Ну, в детстве, может быть, и были, а сейчас нам с ними что делать? Мы все-таки уже не особо-то и дети. Согласен, с него даже музыку не включить. Только какое-то пищание. Ладно, оставляю вас здесь. Но буду за ними наблюдать, чем они дальше будут заниматься. Маша, конечно, умеет поиздеваться. Да, так долго без телефона я еще ни разу не оставался. А я смотрю, вам весело тут без телефона. Да вообще, очень прям весело. Аж в детские игры начали играть. 23. 24. Я больше не вижу. Дим, как думаешь, сколько всего звезд на небе? Ну, я не знаю, 50, 100, ну я не считал. Да, какие 50, 100. Я вот 24 насчитал. Максимум штук 30 будет. Что делаешь? Читаю газету. Маш, ты бы знал, чего здесь только нет. И новости, и кроссфорды, и даже предложения о работе. Жалко каникулы заканчиваться. Вот на следующих обязательно пойду работать. Ну, например, листовки расклеивать. Там в ванной уже кто-то так долго сидит. Хорошо и телефоны забрала, а то можно было бы подумать, что кто-то в интернете залил. Ну ладно, сейчас немного поиздеваюсь. Блин, что такое? Кстати, у вас же Маша телефоны не забрала, поэтому вы можете поставить лайк, подписаться на наш канал и написать хороший комментарий. Обещаю, когда Маша нам вернет телефоны, мы все прочитаем. Еще раз. Да что за фигня? Кто мне постоянно свет выключает? Сейчас точно начнет нервничать. Маша, да ты мне свет постоянно выключаешь? Ничего я не выключала. А кто тогда? Ну, блин, Витя, мне кажется, у тебя просто без телефона уже какие-то бзики начались. Да сеть ровнее, что ты ерзаешь. Вот так и голову правее. Все, вот так сиди, отлично. И что это? И вот это, вот это ты целый час рисовала? А что, классно, очень похоже. И даже шапку не забыла синюю нарисовать. Да в смысле очень похоже? Вот видишь, и Маша говорит, что похоже. Да я же без шапки, зачем ты вообще ее нарисовала? Ну не знаю, мне нравится, как у Тома получилось. Ставьте ей лайк. У меня есть крутая идея. Мне очень интересно посмотреть, сколько ребята в день проводят времени за телефоном. Есть такая функция в айфонах, экранное время. И там можно спокойненько посмотреть, сколько на самом деле в сутки ты залипаешь в телефоне. И, кстати, мне, честно говоря, кажется, что больше всех в телефоне залипает Тома. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Чтобы все было честно, я также покажу экранное время и в своем телефоне тоже. Начнем мы, пожалуй, с телефона Димы. Открываем экранное время. Сначала посмотрим, сколько он проводит времени в день. Это 6 часов 12 минут. Представляете, это так много. Целых 6 часов в сутки Дима залипает в телефоне. Мне кажется, это очень много. А за прошлую неделю он провел за телефоном целых 32 часа. Представляете, это больше, чем целые сутки. Дима просто залипал в телефоне. 32 часа это, конечно, очень много. Но посмотрим теперь телефон Вити. Вдруг он вообще побьет рекорд Димы. О, ничего себе! В день Витя проводит за телефоном всего 2 часа. Мне кажется, это вполне нормально. И даже мало. Какой молодец! Наверное, книжки читает. Но посмотрим, сколько он проводит в неделю в телефоне. Так мало? А, ну хотя, если так подумать, 11 часов. Но это намного меньше, чем Дима, по крайней мере. Посмотрим теперь, сколько проводит в телефоне Тома. Вот это мне очень и очень и очень и очень и очень интересно. Потому что, мне кажется, она просто 24 на 7 в нем залипает. Она постоянно в нем сидит. Я, честно говоря, в шоке, потому что я не знаю почему, но тут показывает, якобы Тома проводит 2 минуты в день в телефоне. Наверное, это или какой-то сбой, или это вот эти 2 минуты, пока я тут сижу. Потому что это точно неправда. Я видела, что Тома сидит в нем постоянно. Это точно не 2 минуты. А в неделю она проводит 0 минут в день. Но это точно какая-то ошибка. Я не верю этой статистике. Видимо, Тома специально перед видео ее отключила. Или что тогда, я не знаю. Ну и теперь самое интересное. Я хочу посмотреть, сколько провожу времени в телефоне я. Вот как бы это ни было еще больше, чем у ребят. Потому что тогда это будет, ну, не очень круто. Вы представляете? Тут показывает, что в день я провожу 7 часов в телефоне. Целых 7 часов. Жесть. А давайте посмотрим, сколько я в неделю провожу в телефоне. Это 36 часов. Это еще больше, чем у Димы. Какой ужас. И если нас расстает всех по местам, это получается, что на самом первом месте буду я. Потому что я провожу больше всего времени в интернете. На втором месте будет Дима. У него чуть поменьше. На третьем Витя. И на четвертым, под сомнением, конечно, но стоит Тома. Я сомневаюсь, потому что, мне кажется, это неправильная статистика. 0 часов в день, это точно не Томина статистика. И, кстати, напишите в комментариях, сколько в сутки в телефоне проводите вы времени. Будет очень интересно почитать и узнать, кто из нас рекордсмен. Следите очень внимательно. Сейчас я буду вас обманывать. Я уже потеряла. Я реально потеряла. Блин. Нужно быть внимательным. Какой из них? Я думаю в этой. Я тоже думаю в этой. В смысле? Ты сто процентов думаешь? Я угадала. Конечно, со второго раза. Я мог все стаканчики поднять. Давай. Давай. Ранкета здесь и остальные пустые. Вы этого не видите. Какой? Вот в этой. Я почему-то сильно сомневаюсь. Вот в этой. Не может быть. Ура. Так не честно. Дома тебе лайк. Поздравляю, ты выиграла. Подождите, давайте теперь я. Я хочу сыграть со зрителями. Вы же хотите челлендж? Вот конфетка. Она лежит под этим стаканчиком. Я попытаюсь вас запутать. А ваша задача написать и угадать, где лежит эта конфетка. Так, смотрите. Первый стаканчик, второй или третий. Пишите в комментариях, под каким стаканчиком конфетка. Даю вам пять секунд. Как думаете, угадают? Я думаю нет. А вы вообще следили за конфеткой? Конечно, следили. Вот я, например, не понимаю, где она. Я предполагаю, где она. Так, ладно. Ребята, вы уже написали комментарий. Давайте вместе со зрителями попытаемся угадать, где лежит конфетка. Вы же уже успели написать комментарий? Ну, я предполагаю то, что конфетка под этим стаканчиком. Итак, это номер три. Я думаю, что под вторым. Номер два тоже неверно. Конфетка лежала под стаканчиком, под номером один. Капец, Вить, мы с тобой вообще такие слепые. Лайк тому, кто угадал и написал правильный ответ. Так, нет, неправильный. А стаканчик номер три. Лайк, ты выиграл. Лайк тебе. Что выиграл? О чем они говорят? Лайк, я выиграл. Что-то странное. Такое впечатление, что они включили компьютер и втихаря в игры играют. Пойду проверю. А ну-ка, в каком? Ага, попались? С чем попались? Вы что делаете? Играем. Да блин, ну я думала, вы в какую-то компьютерную игру играете. Нет, мы что, совсем? Вообще-то мы все-таки все еще хотим выиграть 200 тысяч. И вот, кстати, можешь поиграть с нами. А кому вы тут лайки ставили, кстати? Да, друг другу. Ну ладно, ребят, пора этот челлендж уже заканчивать. В смысле? Как заканчивать? Ну вы молодцы, вы очень хорошо продержались. Ну, конечно, заканчивайте, заканчивайте. А кто выиграл? Да, и кто получит 200 тысяч? Ну, в общем, если честно, я вас обманула. У меня нет 200 тысяч. В смысле? У тебя нет этих денег, Маш? Ну ты чего? Зачем мы тогда весь день без телефонов сидели? Это получается, ты нас не обманула? Ты нас скинула. Я весь день без телефона был. Я чуть не стрихорнулся. Ну ладно вам, ладно, не возмущайтесь уже, зато вы весь день провели вместе. Играли, смеялись, Витя вон вообще все звезды пересчитал. 200 тысяч у меня, правда, нету, но зато у меня есть немного своих личных денег, и этого нам точно хватит, чтобы сейчас сходить всем вместе в кафешку. Ну что, пойдем, я вас приглашаю. Ладно, пойдем. Но только ты сначала телефоны верни. Ну конечно верну, сейчас все принесу. Ну что, тогда пойдемте одеваться? Пойдем. Ребят, мы очень хорошо провели время без телефонов. Мы много играли в разные игры, общались. Всем советуем почаще отвлекаться от телефонов. И проводите больше времени со своими друзьями. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Всем пока! Маш, мы тебя на улице ждем! Субтитры сделал DimaTorzok